Число вирусных заболеваний в Кишиневе еженедельно увеличивается, особенно среди детей. По словам главы Управления здравоохранения, участие из более чем 1600 госпитализированных, поступивших на прошлой неделе в муниципальные медучреждения, диагностированы бронхопневмония, а также острая пневмония. Между тем, врачи призывают граждан прививаться от сезонного гриппа. Вакцины доступны во всех муниципальных поликлиниках. В Центре семейных врачей номер 3 на Ботанике с понедельника многолюдно. Кто-то пришел с температурой, кто-то с кашлем. Симптомы, говорят врачи, сезонного вируса или гриппа. Невозможно не болеть. Дети ходят в детский сад, в школу. Какие симптомы у вас? Как всегда, заложенный нос, покрасневшее горло, реже температура. Одна из посетительниц, мама с двумя детьми, у обоих говорит температура. По данным, представленным сегодня на еженедельной планерке в мэрии, в последнее время все больше граждан обращаются к медикам с подобными симптомами. В частности, на прошлой неделе было зарегистрировано чуть более 3000 случаев ОРВИ. На 200 больше, чем на предшествующей неделе. Симптомы респираторной инфекции и гриппа схожи. Может быть, ринарея, слезотечение, светобоязнь, снижение аппетита, дискомфорт в горле. Может быть, и кашель. Просто иногда грипп имеет более выраженные симптомы. При первых появлениях таких симптомов следует незамедлительно обратиться к семейному врачу. Все же сезонов гриппа можно избежать, если вовремя сделать прививку. Сегодня в поликлинике мы насчитали не менее 10 человек, которые получили соответствующую вакцину. Против гриппа, да. Записано к врачу, чтобы узнать, позволяет ли мое здоровье делать прививку или нет. В нашем возрасте много заболеваний, сердечно-сосудистые, диабет и много других. По словам главы управления здравоохранения, с начала холодного периода года поликлиники получили без малого 48 тысяч доз противогриппозной вакцины. Больше половины уже предоставили желающим. Между тем, на прошлой неделе в Кишиневе также было зарегистрировано и 10 новых случаев заболевания туберкулезом. Из этих 10 пациентов 9 госпитализированы, один лечится дома. Призываю граждан при появлении специфических симптомов, таких как двух-трехнедельный кашель, слабость, обращаться к своему семейному врачу. Как сообщил нам Борис Гылко в ответ на запрос, за аналогичный период прошлого года заболевших вирусом было меньше. Точнее, с 21 по 27 ноября 2021 к врачу обратилось примерно на 1200 человек меньше, нежели сейчас. Наиболее подвержены заболеванию дети возрасте от 5 до 14 лет. Из общего числа заболевших 80 были госпитализированы.